Православные христиане празднуют крещенский сочельник. В храме великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское прихожан утром немного. Сказался будний день. Запастись святой водой на весь будущий год, говорят священники, можно сразу после утренней службы. Собственно, как и окунуться в купель. Но делать это вовсе не обязательно. Освящается вода, водой освящаются дома. Освященная вода святая потом хранится в течение всего года. Веда употребляется при болезнях или в каких-то особых случаях. Хранится как в Великой Святыне. А вот погружаться, окунаться – это уже по желанию. Смысл, конечно, праздника не в окунании в купель. Это такая недавняя традиция последнего времени. Тем не менее, она существует. Морозы, солнце – день чудесный. Именно таким выдался нынешний крещенский сочельник. На градуснике минус 24, но прихожан храма столь низкие значения температуры не пугают. Напротив, вдохновляют. Замечательный сегодня день. Посмотрите, какое солнце, какое счастье в душе, какая радость в душе. Сочельник крещенский. Душа поет. Давно-давно не было такого замечательного крещенского денька. Чтобы солнце, чтобы морозец. По-настоящему такая русская погода. Это праздник души, это праздник русских традиций, это хорошая погода, это надежда на будущее, загадывание каких-то желаний, их исполнение. Считается, что эта вода исцеляет и приносит с собой влагость и помощь. Поэтому каждый год набираем воду и в течение года ее расходуем очень экономно. Освещать воду будут также 19 января. Приходить можно как со своей тарой, так и приобрести ее на месте. При посещении храма необходимо помнить о соблюдении всех мер ковид-безопасности.